Здравствуйте, меня зовут Андрей, мне 34 года, есть семья, двое детей. Я частный предприниматель, как бы работаю сам на себя. Занимаюсь строительством. Ну, увлечения, наверное, я не буду оригинальным. Понятное дело, путешествия, в частности, автопутешествия. Дело в том, что я родился в Магадане, далеко-далеко на востоке России. И как бы у меня есть идея съездить туда на машине. А это, грубо говоря, 11 тысяч километров в одну сторону. У меня Шкода Октавия А5, одна из первых. Выпуск 2005, конечно, 2006 модельный год, 2005 года выпуска. На тот момент это была достаточно редкая модель. Это дизель 1.9 и полный привод. Когда первый раз я заехал на прогавто, даже мастера-приемщики говорили, а где вы ее взяли? То есть на тот момент она была достаточно редкая из-за своего полного привода. Сейчас, понятное дело, их больше. Машина абсолютно не мягкая. После Мерседеса, вы знаете, порой я уже езжу там больше, почти 8 лет, скоро как. Плюс наши дороги, плюс эта подвеска, это просто кошмар. Очень жестко, очень. Я не знаю, с чем это связано, с особенностями конструкции. Привыкнуть сложно, я до сих пор не привык. Поэтому вот это то, чтобы я улучшил. Я не знаю, как это сделать. В целом я, наверное, спокойный водитель, мне так кажется. Но активную езду я очень люблю. Но в последнее время я стараюсь, поскольку уже двое детей, это как бы накладывает свой отпечаток, потому что ты уже ответственный не только за себя, все-таки из-за тех маленьких спиногрызов, которые ждут тебя дома. Вы знаете, так случилось, что у жены есть права, но она не ездит. Проблема тому, скорее всего, механическая коробка передач, а больше я даже не знаю, кто бы ездил. Поэтому я езжу только я езжу. Ну вот, в частности, когда мы отдыхали в Болгарии, я предложил жене на денек съездить в Стамбул. Там, в принципе, недалеко, 500 километров. Мы утром выехали, и Стамбул, конечно, впечатлил. Как бы, начиная от масштабов, ну и заканчивая историей, архитектурой. Были моменты, когда, я не знаю, там, в белорусских лесах, вот что называется, был лосиный тест. Это не просто объезд препятствия, а именно объезд лося. Ну, все закончилось благополучно, как для машины, так и для лося. Мы просто разъехались в разные стороны. Сейчас это уже смешно. Но на тот момент, я думаю, на пару лет я посидел. Вы знаете, я надеюсь, что младший мой, когда подрастет, он, вот этот бензин в крови, он перемет у меня. Потому что не жена, они у меня штурманы. Но так, чтобы вы понимали, я живу в Броварах. Вот мы доезжаем до Киева, если едем куда-то далеко, то вот они уже в Киеве, в принципе, спят. Киеве Киеве